Доброе утро! Недавно в интернете мы наткнулись на одну организацию. Называется она Ассоциация интеллектуальных и творческих сил Югры. И нам стало интересно, чем эта ассоциация занимается. Об этом мы поговорим с нашей гостьей, Едвигой Вольской. Доброе утро! Доброе утро! Итак, на что направлены интеллектуальные и творческие силы Ассоциации? Ну вообще, конечно, в первую очередь на развитие интеллектуального и творческого потенциала наших югорчан. Потому что далеко не все имеют возможность проявить себя творчески. Сидят где-то на задворках люди и пишут стихи в стол. Выступают совершенно не при той аудитории, при которой они хотели бы. А вы даете возможность как-то развиваться? Да, мы даем возможность именно проявлять себя творчески на сцене. Чем конкретно занимается Ассоциация? Вообще, на данный момент мы занимаемся различными творческими проектами, больше сценическими. То есть мы проводим концерты. Мы их назвали литературными гостинами. Где собираются различные национальности. То есть каждая литературная гостиная посвящена разным национальностям. И там представители различных национальностей, которые хотят проявлять себя творчески, делают это. А скажите, пожалуйста, касаемо национальности, как вы выбираете, кому в этот раз повезет, чьей национальности, в честь которой будет мероприятие? Вообще, изначально родился проект «Онтология на 30 языках народов Югры». Югра многоликая, да. Извините, я, к сожалению, в студию с собой книгу не принесла. У нас настолько возник спрос на эту книгу, что у нас даже на руках не осталось экземпляров. Творческих людей много, разбирают. Да, да, да. Там собралась проза и поэзия представителей разных народов, которые проживают у нас в Югре, и не только в Югре. Вот. И мы решили на базе этой книги сделать, вот, развить вот таким образом писательский проект, да, и сделать его сценическим. То есть, и... Сколько уже прошло? Уже прошло 10. 10? 10, да, да, да. 20 остается, как минимум? Нет, остается 4. 4, так сказать. Да, остается 4, потому что не все национальности там представлены в книге. Идет в алфавитном порядке. Прошло вот недавно у нас украинское 25 числа состоялось, 25 мая. Вот. И сейчас у нас грядет чеченская. Поэзия? Да. Да, таджикская, чеченская, хантыйская и завершающая планируем в декабре, то есть собрать всех. Угу. Так, ну с этим все понятно. Сколько сейчас человек в ассоциации? На данный момент в организации состоит, кроме учредителей, еще 37 человек. Как стать участником? У вас какой-то кастинг, нужно... Так, если это интеллектуальный, творческий, если какой-то IQ-тест нужно пройти? IQ-тесты проходить не надо. Безусловно, есть определенные критерии, по которым отбирают членов организации будущих и потенциальных участников. Это причастие к какому-то творческому виду деятельности, быть музыкантом, поэтом, возможно, человеком неординарно мыслящим, да, имеющим какие-то научные труды. А вот как доказать, что ты неординарно мыслящий? Я у вас неординарно мыслю. А как вот? Ну, я просто говорю всем, что я неординарно мыслю. Ага, ну если так... Ну, нужно подкреплять все равно какими-то результатами. А, не получится уже. Если есть какие-то, может, стихотворения свои, да, может, есть какие-то таланты, скрытые. У меня есть, я бы мог, конечно, прочитать, вот, допустим, из недавно написанного, я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он по головой непокорной. А вот последнюю строчку забыл. Ну, недавно написал, еще не успел переварить это все. Слушайте, вот где-то, где-то что-то знакомо, прям до боли. Ну, может быть, кто-то уже сплагиатил. Что в ближайших планах у организации? В первую очередь провести литературные гостиные, которые планируются. Дальше есть проекты различные, молодежные проекты есть. Вот, один из тех, которых планируем, называется «Испоколение детей войны». То есть он посвящен больше тематике именно военной, да, памяти военных лет. У нас на территории Югры проживают очень много детей войны, да, которые все своими глазами видели, прожили, и все детство вот прошло у них. Так, они еще, кроме того, являются писателями и представители творческих, да, профессий. Первую часть работы мы проделали, то есть мы собрали информацию у этих людей, очевидцев, да, вот, как раз они являются поэтами, писателями, да, кто вот, несмотря на тяжелое детство, все-таки. Развил себя творчески, да, и в своем творчестве они передают память о Великой войне. Вот, мы хотим, мы уже собрали информацию у них, и сейчас планируем, ну, вот, что-то, в какую-то форму для того, чтобы люди об этом знали, придать. То есть какую-то такую вот массовость, медийность этому проекту. То есть мы еще думаем, как правильно преподнести этот проект. Во что облечь, да, всю информацию, которая у вас есть. То есть у вас два основных проекта, да, которыми занимается ассоциация на данный момент? Нет, не только. У нас еще есть третий проект, называется «Влюбленные в Югру». Вот как раз именно я им сейчас занимаюсь. Он у нас с 2015 года, то есть прямо с основания организации, он родился до даже. Вот, мы хотим нашей молодежи югорской рассказать о том, что есть Югра. Ну, и не только югорская, возможно, еще и широкой аудитории, там, молодежи из других регионов, чтобы они имели представление, что такое округ есть, что это за территория такая. И хотим делать это, ну, в формате таких маленьких роликов, которые удобны для просмотра в социальных сетях, потому что в основном молодежи сейчас в гаджетах, вот, в социальных сетях. Поэтому мы хотим как-то вот сделать так, чтобы было интересно и познавательно. Ну, тоже есть, конечно, свои проблемы все-таки. Такие проекты, они не делаются очень быстро. Это надо работать и с властью, и с молодежью, да, и собирать эту информацию по крупицам, чтобы потом ее как-то представлять. Ну, и ресурсы человеческие, финансовые, то есть это у нас же общественная деятельность, да, поэтому приходится вот собирать все. Проекты и трудоемкие, вы, я думаю, справитесь, мы хотим пожелать вам удачи. Благодарим за то, что делаете такое замечательное дело, всего вам хорошего. А с вами, дорогие друзья, увидимся через несколько минут.